Две обезьяны решили стать художниками. И вот они впервые взялись рисовать. И хотя у них совершенно разный жизненный опыт и сфера интересов, теперь у них есть одинаковая цель – они будут живописцами. Первая обезьяна вдумчиво разглядывает холст и видит все возможные варианты. Она осторожно планирует, как именно будут нарисованы линии и как появятся картины-шедевр. А вслед за ней и престиж профессионального, именитого мастера-художника. Итак, ей надо отнестись к делу серьезно. Очень и очень серьезно. На кону очень многое. И пока она разглядывает холст, она замечает, что... Вторая обезьяна уже приступила к рисованию. Что ж, всему свое время, и первая обезьяна тоже начала рисовать. Все шло нормально. Пока не приключилось вот что. Она провела очень неудачную линию. Картина испорчена. Первая ласточка полного краха мечты, успеха и надежды. Она, наверное, что-то сделала не так. А может, и вовсе зря решила взяться за рисование. А может, она по определению ущербна и косая, а потому и рисует такую кривую линию. Эта ошибка является свидетельством того, что она ужасна, и теперь все это увидят. Итак, она решает начать все сначала. Она будет рисовать, и будет рисовать так же хорошо, как до совершения ошибки. Вторая обезьяна все еще рисует, и первая решается задать ей вопрос. Как тебе удается это так просто? Ты реально никогда раньше не рисовала? Неа, отвечает вторая обезьяна. Ладно, проехали. И они продолжают рисовать, пока первая обезьяна снова не делает плохой штришок. Но теперь она способна не заморачиваться. Смысла нет начинать заново. Слишком много труда. Хорошо, пускай, может, у этой картины будет одна плохая линия, и, может, в этом ничего такого. Но тут она начинает думать еще вот о чем. Как смотрится эта картина в сравнении с другими? О, нет. О, не-не-не-не-не-не, это же прям совсем нехорошо. Это даже близко несравнимо с теми, на кого она равняется. Она ушла слишком далеко от изначальной цели, от того, каким мастером она хочет быть. Но если она начнет заново, то сможет все исправить. Она может научиться на ошибках и стать таким художником, как ей хочется. Короче, она начинает заново, и в этот раз она станет мастером благодаря одной гениальной идее. Если она просто соберет все величайшие произведения и скопирует их, то она создаст картину, идеально сочетающую все, кульминацию шедевральности. Она копирует штрихи, имитирует линии из чужих картин, она продолжает рисовать и рисовать и рисовать, и план не работает. Она может повторить штрихи, но совершенно не понимает их изначальное использование. Она учится понимать или учится копировать. Почему картина выглядит так странно? Она вообще не идеальная! Может, она выбрала не тот стиль для подражания? И остается сделать только одно. Опять начать сначала. Но тут вторая обезьянка говорит, я закончила. И чего скрывать, картина не идеальна, но она намного лучше. У нее есть какие-то качества, которых нет у первой обезьянки. Что-то вроде чувства, посыла или души. Что-то, что говорит, что, может быть, не все обезьянки могут рисовать. Одним это дано, а другие никогда этому не научатся. Потому что некоторые обезьянки могут жить моментом и точно знают, кто они, и кем они хотят быть, и что они хотят нарисовать. И им даже весело. И тут первая обезьянка признает поражение. Она потеряла время, и оно просто того не стоило. Вторая обезьянка смотрит на картину, которую только что написала... и выбрасывает ее. И начинает новую. Первая обезьянка в шоке. Как ты могла так поступить? После всех усилий, пота и слез, которые ты вложила в свою работу, как ты можешь все выкинуть и начать сначала, как ни в чем не бывало? Искусство? Ужасно! Разве ты не понимаешь, сколько сил нужно, чтобы творить? Ты на самом деле художник, и рисовала раньше, и все это время притворяешься новичком. Вторая обезьянка аж растерялась. Но, наконец, она отвечает. Я не художник. Но я лазаю по деревьям, забавы ради. О, да, я поняла. Она рисует, не прекращая, не потому что она какая-то одаренная. Она идиотка. И она может рисовать снова и снова столько, сколько ей нужно, потому что она тупая, и на большее она не способна. Но первая обезьянка все же спрашивает. Может, объяснишь? Ну, я лазаю по деревьям, забавы ради, и когда я лезу на дерево, у меня есть абстрактная, но личная цель. Добраться до верхушки, следуя простому правилу. Всего-то надо смотреть на ветки, чтобы залезть. При взгляде снизу это бесконечное количество веток выглядит как практически невозможная задача. А карабкаться нужно очень внимательно, взвешивая каждый шаг. Но достигая очередной ветки, я вижу все больше способов подняться выше. Я мыслю креативно. Куда бы залезть дальше? Единственный путь наверх — это подниматься по веткам. И я не переживаю, если упаду, или если увижу, что после всех усилий я не могу добраться до верхушки. Если переживать, то упустишь самое важное. А когда я оказываюсь на вершине, я чувствую, что проделала очень много работы. Но я закончила, и теперь свободна. Я чувствую облегчение, потому что я достигла своей цели. Что все усилия, приложенные мной, в итоге меня куда-то привели. Но креативность обитает не на верхушке дерева, а на ветвях. Вот почему я их люблю. Правила, которые я ставлю сама. Цель, которую я достигаю за счет соблюдения правил. И креативность, которая проявляется, пока ты играешь по правилам. Я так веселюсь. А если я веселюсь, значит я на верном пути. Я стремлюсь к верхушке дерева. Залезаю на ветки. Чисто ради удовольствия. И первая обезьянка начинает рисовать с нуля. Чисто ради удовольствия. Лезет по веткам. С каждым шагом открывая все новые пути движения. И все, что ей надо, чтобы двигаться дальше, это очередная ветка. И прежде чем она это осознала, картина была готова. Она не лишена недостатков и несоответствий, но больше лезть некуда. Это вряд ли можно объяснить иначе, как глоток свежего воздуха на самой верхушке дерева. И она выбрасывает картину и начинает другую. Переведено и озвучено командой Шаттла 3.1.1.Х. Исключительно для ознакомительного просмотра. Все права принадлежат оригинальному автору фильма «Матья Супереда». Дубляж и сведение звука Руслан Багиров. Будьте здоровы и храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok